Уважаемые товарищи, я пригласил вас, чтобы представить в должности нового руководителя управления делами президента Юрия Викторовича Назарова. Хочу отметить, что вы это хорошо знаете, он в этой сфере человек не новый. В прошлом, в 10-13 годах работал в должности заместителя управляющего. Должен сказать, что у меня с ним состоялся не один разговор до назначения, и мы договорились, что пока я буду в командировке, он ознакомится с нынешним состоянием дел, если нужно познакомиться с кадрами, так и поступили. Правление делами структура особая в органах государственной власти Беларуси. Здесь также решаются вопросы обшегосударственного значения, и должность управляющего делами в кадровом реестре расположена в верхней строчке, как высшее должностное лицо. Это значит, что кроме тех функций, в его компетенцию входит все. Все те задачи надо решать, которые решаются на территории Беларуси. Управление делами, являясь республиканским органом государственного управления, подчиненным непосредственно президенту, имеет разветвленную многоотрясливую производственную базу, в которую входит порядка 70 организаций с численностью более 27 тысяч человек. Я называю эти цифры для тех, кто думает, что управляющие делами и управлением это создано исключительно для того, чтобы вертеться вокруг президента. Ничего подобного. 27 тысяч человек. Подведомственные данные структуры республиканские, допустим, клинические медицинские центры – это высокотехнологичное учреждение с новейшим современным оборудованием, квалифицированными, хорошо подготовленными кадрами. Медперсонал центра способен выполнять сложнейшие кардиологические, ортопедические и другие операции. Задача управления делами – содействовать развитию материально-технической базы центра, также расширению экспорта медицинских услуг. В состав управления делами также входит ряд санаториев, расположенных в красивейших местах Беларуси, уникальных климатических регионах на побережье Черного моря. Это совершенное санаторно-оздоровительное учреждение, которое предоставляют медуслуги на самом высоком уровне. Там отдыхают лечатся не только граждане Беларуси, но и иностранцы. В связи с востребованностью и заполняемостью санаторов подумайте, как их можно модернизировать, чтобы принять больше отдыхающих и, соответственно, заработать. На роду с оздоровлением управления делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. Необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха. С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте на расширение спектра предоставляемых услуг экологического познавательного туризма. Но имейте в виду, перед управлением одновременно стоит ключевая задача по сохранению заповедных мест. Отмечу результаты работы Департамента по гуманитарной деятельности. Сформирована единая система учета поступления и распределения гуманитарной помощи. Созданы условия для ее предоставления широкому кругу нуждающихся. Знаю, что многие фонды и фондики из Беларуси ушли, а некоторых мы просто убрали, потому что вы знаете, чем они занимались. На иностранные деньги совершали перевороты, пытались совершить. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов и прочее, мы вынуждены были от них отказаться. Я не скрываю, что бывшему управляющему делами поручил создать под именем, ну скажем так, под крышей президента, единый национальный фонд. Естественно, те искренние, честные люди, которые хотят благотворительностью у нас заниматься, они с удовольствием придут в этот фонд. Потому что будут понимать, что ни одна копейка из него влево-вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели. В целом, департамент работает неплохо. Результаты работы организаций, уходящих в систему управления по итогам первого полугодия, неплохие. Чистые прибыли у вас заработано аж 100 миллионов рублей. Надеюсь, что такая положительная динамика у вас сохранится. Вместе с тем имеются отдельные вопросы, которым вам, Юрий Викторович, потребуется уделить особое внимание. Во-первых, необходимо поддержать эффективность работы каждой сельскохозяйственной организации. В этих целях надо обеспечить животноводство кормами собственного производства в полном объеме. Вы же понимаете, что это позволит снизить издержки и не зависеть от конъюнктуры рынков зерна. Сегодня в стране актуальным вопросом является уборочная кампания. Знаю, что ваши предприятия не отстают, идут ногу с республикой, обеспечивая высокие темпы уборки зерновых. Надеюсь, что текущий год вы закончите с темпом роста продукции сельского хозяйства не менее чем 104%. Надо не отстать от этих показателей. Республика имеет все шансы, чтобы на этот уровень выйти. Второе. Как мне докладывают ряд организаций управления, закончили первое полугодие с убытком, тем не менее. Белхудож, керамика, судские пояса, гостиница, планета, мебель, интерьер, центр. Такого по итогам года быть не должно. Реально не должно быть. Неэффективную работу надо устранить в кратчайшие сроки. Никаких убыточных организаций быть не должно. Третье. Объемы экспорта сохранены почти на уровне прошлого года. Не добрали чуть более 1%. Мне известны причины. Это битум в Украину, экспорт пиломатериалов в страны Европейского Союза. Надо активизироваться. Это как раз задача решить эти проблемы. Диверсификация поставок такой продукции – злободневный вопрос. Хорошо, что практически все выпадающие объемы перекрыты за счет экспорта продовольствия. Однако этого не хватило. Надо искать рынки в Южноазиатском регионе, в других направлениях. Не ждите. Предлагайте. Юрий Викторович, вы знаете по промышленности, как в этом направлении работать. Четвертое. Правление делами президента реализует ряд крупных проектов по возведению жилья. Уделяет внимание строительству новых модернизаций действующих производств. Подход правильный. Должен вам сказать, я буду это направление поддерживать. Работы по возведению жилых домов, предусмотренных к вводу в текущем году, промышленных объектов на предприятиях, молочный гостиниц, барановичская птицефабрика, национальный парк, приписки должны быть завершены без срывов. Каждый день простоя. Это дополнительные затраты и упущенные выгоды. Пятое. Ваше пристальное внимание требует вопроса технического переосношения и модернизации организации объединения белых художных промысла. Мной не просто так ставится задача по возрождению и сохранению художественных традиций. Данное производство с точки зрения истории, самобытности, человеческого мастерства, как я уже сказал, являются уникальными. Однако в современных условиях сохранить производство изделий народных художественных промыслов в первозданном виде недостаточно. Необходимо его модернизировать, проводить постоянную работу по своей новой востребованной продукции. Опыты и традиции должны быть переданы, как я уже сказал, нашим детям. Шестое. Требую обратить пристальное внимание на рациональное использование государственного имущества, которое у нас в распоряжении. Все ли задействовано в хозяйственном обороте? Нужно, чтобы каждый метр приносил пользу людям. И о кадрах. В управлении делами должны работать высококвалифицированные профессионалы своего дела, преданные нашей стране. Кто не согласен, не может работать в управлении делами президента. Надо тихонько уйти и работать на другой работе. В противном случае такое же и с нашей отношения стороны будет к тем, кто предает. Предателей нигде не любят. Уверен, что вы, как человек, Юрий Викторович, обладающий огромным опытом государственной деятельности, организуете работу управления на достойном уровне. Ваши организации должны стать примером в трудовой и исполнительской дисциплине, а также образцом порядка на производстве закрепленных территорий. От меня, от всех вас, давайте пожелаем вашему руководителю Юру Викторовичу успехов в этом пути и традиционно врушим ему служебное удостоверение, чтобы он уже сегодня был полноправным управляющим. Уважаемый Александр Юрьевич, уважаемые коллеги, искренние слова благодарности вам, товарищ президент, за оказанное доверие, то, что вы назначили меня на эту должность. Вы правильно сказали, я многие знаю, со многими мы работали, поэтому здесь нет необходимости куда-то вникать, чем-то разбираться. Александр Юрьевич, я уверен, что коллектив вполне работоспособный. Я знаю ваши требования к руководителям, предприятиям и уверяю вас, что мы выполним любые поставленные перед нами задачи.